Ресторан Ла Кафе де Бьюти, творческая студия позитивного мышления и силопозитивной мысли Татьяны Саумановны Мактун Сайфудин. Ресторан Ла Кафе де Бьюти, творческая студия, творческая студия. Ресторан Ла Кафе де Бьюти, творческая студия, творческая студия. Ресторан Ла Кафе де Бьюти, творческая студия, творческая студия, творческая студия. Продолжение следует... 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 День влюблённых Диадос Намарадос, праздник для всех влюблённых в Бразилии, квитейшн для меня, коммунальные праздники, день влюблённых Диадос Намарадос. Ох, какие там эти мир праздников. Так что вот, ну что, по сутку, сейчас нам будет немножко так-то по судочку, по сутку так-то. День влюблённых Диадос. День влюблённых Диадос. Продолжение следует... 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 Да, будьте внимательны, за что вам предлагают, знаете, вот эту вот оплату оплатить. Продолжение следует... Спасибо. 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 Ремонку справа. Сколько я должна заплатить в месяц по данному пункту. Это понятно? Ну хорошо. Поехали. Содержание ремонт жилого помещения управлением многоквартирным жилым домом 204 рубля 78 копеек. 204 рубля 78 копеек. Жек хочет, чтобы я ему платила каждый месяц. А почему я как собственник должна платить эти деньги? Это я ему как юрист говорю. У меня высшее юридическое образование. Почему они каждый месяц я им должна платить 204 рубля 78 копеек? За хозяйственный ремонт дома. И что это в обязательном порядке? Я не поняла. Следующее. Содержание общего имущества в многоквартирном доме. Пункт 2. Содержание общего имущества в многоквартирном доме. 714 рублей 80 копеек. Нет, Наталья Борисовна Правдина в своих видео, как там она в Америке проходила обучение. Вот. Говорит, нужно быть подкованным, финансово грамотным. Вопрос в том числе и оплату. Что вы оплачиваете? Об этом и говорит Наталья Грейс в своих лекциях. Здесь 16 этажей. Вот хорошо, у меня двухкомнатная квартира. Я так понимаю, что наверняка, ну как я видела, здесь люди живут пенсионеры. Давайте рассмотрим такой вопрос. Возможно, наверняка живут пенсионеры, которым нужно вот оплатить. Человек вот живет там, пенсионер. Почему пенсионер должен каждый месяц за ремонт общего, общий ремонт дом платить 204 рубля 78 копеек из содержания общего имущества многоквартирного дома 714 рублей 80 копеек. Следующий пункт. Третий. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. Это номер 3. 347 рублей 52 копейки. Обратите внимание, я вам специально читаю. Я вам близко это еще покажу. Это, наверное, юмор по этому, как я даже не знаю, по Петросяну? Или что это такое? Содержание и ремонт жилых помещений управления многоквартирным домом. Это номер 1. 204 рубля 78 копеек. Третьим номером идет текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. То есть содержание и ремонт жилого помещения и текущий ремонт. Это третий. Это просто суммирует первый и третий пункт. 204 рубля 78 копейки. 347 рублей 52 копейки. Это они уже хотят на текущий ремонт каждый месяц больше, чем примерно 550 рублей. 550 рублей. Сколько же обходится... Хорошо. Пункт 2. Управление многоквартирным домом. 714 рублей. С двухкомптных квартир. Посчитайте, сколько здесь квартир. Здесь подъездов много, 16 этажей. Это что, столько обходится управление многоквартирным домом? Я не знаю, здесь какой-то начальник, бухгалтер. В общем, коллектив здесь какой? 714 рублей. Хорошо. Дальше идем. Номер 4. Уборка и очистка земельного участка. 110 рублей 90 копеек. Очистка мусоропроводов. 91 рубль 68 копеек. Но с этим трудно поспорить. Мусор выкидываешь. Очистка мусоропровода. 91 рубль 68 копеек. Здесь, в принципе, вопросов вообще нет. Мусор должен быть вывезен. Мусоропровод чистый. 91 рубль. Здесь вообще нет вопросов. Вот 91 рубль 68 копеек. Идем дальше. Содержание и ремонт АППЭ. 21 рубль 96 копеек. Я не знаю, что такое содержание и ремонт АППЗ. 21 рубль 96 копеек. Опять какой-то ремонт какого-то АППЗ. Хорошо. Идем дальше. Содержание и ремонт внутренних газа. Чего там? Газонов. Нет. Это прочих стоит. Содержание и ремонт лифта. Лифтов. Содержание и ремонт лифтов они хотят 207 рублей 52 копейки. У нас лифт не менялся. 30 лет мы здесь живем. Вот как и был старый лифт, так он здесь и стоит. Старый лифт. Здесь 30 лет живу. И они хотят за содержание и ремонт лифтов 207 рублей 52 копейки в месяц. Идем дальше. Эксплуатация общедомовых приборов учета 36 рублей 78 копеек. Эксплуатация общедомовых приборов учета. Это счетчики наверное в подвале. 36 рублей 78 копеек. Ну это спорный вопрос. Содержание общего имущества. ХВ. Содержание общего имущества 21 руб 14 копеек. Дальше. ГВ. Содержание общего имущества. 43 руб 64 копеек. Я не знаю что это такое, это тоже под вопросом. Отделение, отведение сточных вод. Содержание общего имущества. Отведение сточных вод. 34 руб 16 копеек. Электроэнергия. Содержание общего имущества. 115 рублей 30 копеек. За электроэнергию общественную они хотят 115 рублей 30 копеек в месяц. Это вопрос спорный. Идем дальше. А, а здесь отличается, это платежка отличается. Смотрите, здесь смотрите как идет. Первое это вид платежа. Первое шло. Это плата за наем. Вот это то, что я вам прочитала. Вот это вот. А второе это коммунальные услуги. Может быть здесь, смотрите, коммунальные услуги, а это плата за то, что вот эта вот управляющая компания управляет как бы вот многоквартирным домом. Точно не могу сказать, я вот это вот. То есть вот то, что я сейчас прочитала, это плата за наем. Вот эти вот все пункты были. Дальше идут коммунальные услуги и тарифы. Кубометр. ХВС. Холодная вода. Холодная вода. 159 рублей 40 копеек. Горячая вода. 379 рублей 67 копеек. Ну с этим трудно поспорить. Холодная, горячая вода. Ну это понятно. Воды отведения. Кубометр. Отопление. Так. Вода отведения. Кубометр. Отопление. Так, минуточку. Значит так, это было второе. Горячая вода второе. А третий, третий номер был. Вода. Вода отведения. Потребление. Один куб. Я не знаю, что такое водоотведение. 272 рубля 60 копеек. Это вопрос спорный. Дальше идут отопления. Отопление. Отопление 100. Тысяча. Тысяча. Двести сорок четыре рубля 80 копеек. Я не знаю, это какая-то платежка у меня. Платежка сейчас посмотрю за какой месяц. Отопление уже как бы нет, уже июнь. Уже июнь. Вот за отопление. Тысяча двести сорок четыре рубля 80 копеек. Ну в принципе это может быть спорный вопрос. Да. Дальше смотрим. Телетрансляция. 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 170 рублей. Это вообще no comment. Зачем платить какую-то телетрансляцию. Повышающие коэффициенты коммунальные услуги. В общем повышенный коэффициент 269 рублей 53 копеек. Я не знаю, что такое повышенный коэффициент. И установка УУТ 133 рубля 41 копеек. Установка УУТ. Итого к оплате 4579 рублей 59 копеек. У нас если и была, знаете, вот эта вот платежка. Сколько мы так вот. Знаете, вот эта платежка, она всегда, знаете, вот как-то вот. Ну не то, что всегда, а как там, не знаю, сколько там лет назад. Ну две тысячи рублей. Понимаете? Две с половиной тысячи рублей. Вы поняли, да? Всегда платежка такая вот была. Это, знаете, вот это вот отопление, холодная горячая вода. Смотрите, отопление, холодная горячая вода. Какие-то здесь еще, как это называется, мусор, вывоз мусора, уборка, прибавлялся, вот и прибавьте. Если получается, смотрите, если прибавить, ну грубо, то есть грубо прибавить, за это, как говорится, холодная, горячая вода, ну грубо сейчас прибавлю, сколько тут, 400, ну 500, там меньше, чем 500 рублей, вот. Отопление, это получается 1700 рублей, смотрите, вот 1000, это грубо так, 1700 рублей, вот, плюс уборка, уборка мусора, вот это вот, как называется, вот этот, как там, уборка мусора, вывоз мусора, здесь должна быть эта штука, вывоз мусора, 1800 рублей, 1800 рублей. Ну это очистка мусора провода, у них 91 рубль, вот, 1800 рублей она считала, и наверняка управляющая компания там брала, ну рублей 300 там за свои услуги, что она управляющая компания, вот и смотрите, плюс-минус получается 2000 рублей. Ну еще может быть здесь какая-то, что-то там, электроэнергия общая, там может быть 20 рублей, как-то вот так, вот, какие-то такие цены. Всегда вот такая платежка была, примерно 2000 рублей. Вот они коммунальные услуги. Что здесь еще интересного пишут? Это за май месяц, за май месяц. Начислено на май, за май месяц 2021 года. Ну что, в мае было отопление, все правильно. Смотрите, здесь еще какие-то, здесь есть по дому какие-то услуги, что-то такое, но это как бы не входит в платежку. Вот такие вот дела. Здесь еще очень какой-то интересный номер. Счет на оплату жилого помещения коммунальных услуг от 09.06.2021 года. Еще есть наверху, это номер такой 60, 177, 6, 004, 121, номер 97. В общем, такой интересный. В первый раз я увидела там какие-то такие вот номера. Ну что, здесь на законы они ссылаются. Обращаемся, сейчас все почитаем. Обращаем ваше внимание на то, что при начислении платы за коммунальные услуги учитывается сведение о показаниях индивидуальных приборов учета, предоставленных не позднее 22 числа текущего месяца. В случае непредоставления потребителям показания ИПУ, но не более трех расчетных периодов подряд, размер платы за коммунальные услуги за расчетный период рассчитывается исходя из среднесредемесячного объема потребления коммунального ресурса, определенного по показаниям ИПТУ, предоставленным потребителям за предыдущий период не менее 6 месяцев. В случае отсутствия сданного в эксплуатацию ИПУ, начисление по коммунальной услуге производится по нормативу, установленному комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. Вот, есть определенные тарифы. Некоммерческая организация фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома» Далее фонд уведомляет, что с мая 2021 года услуга «Взнос за капитальный ремонт» исключена из данного счета и выставлена фондом к оплате иным платежным документам. «Взнос за капитальный ремонт» исключена. «Взнос за капитальный ремонт» исключена. 204 рубля 78 копеек, это каждый месяц они вот это присылают. Понимаете? Управление многоквартирным домом 714 рублей. Содержание общего имущества коммунального многоквартирного дома 347 рублей. Уборка и санночистка земельного участка 110 рублей. 550 рублей. Ремонт лифта каждый месяц 207 рублей. Электроэнергия общественная 115 рублей. Ну еще какие-то я уже тут почитала. Я почитала. Итого. Ну что, получатель. АО ВЦКП, жилищное хозяйство, ННН. 784, 3 нуля или 2 нуля? 2 нуля. 95, 226. БИК. 0,44, 03, 08, 61. КПП. 78, 400, 1001. АО, АБ, Россия, Санкт-Петербург. Расчетный счет. 406, 0, 28, 108. Потом идут нули и в конце 28. Ну сколько нулей? А сколько тут нулей? Ну надо посчитать, сколько здесь нулей идет. Вот такие вот дела. Наверное, ему нужно это крупным-кругным планом. Сейчас я вам крупным планом покажу. Финансовая грамотность. Знаете, это опустит финансовой грамотности. Смотрите, Бода Шефера, Роберта Киосаки, Тони Робинса, Наталью Правдину. И будьте финансово грамотны в финансовых вопросах. Продолжение следует. Вашей грамотны в финансовой грамотности. Ну что, блинчиком, сейчас буду блинчики, музычка ламбада, в общем, сейчас буду себе жарить блинчики, ну что, 101 страница, как обещала вам тут почитать, как изобрести и открыть что-то новое. Вполне может быть, что у вас есть только туманная или очень общая идея, изобретение или открытие. Магия эссеризационного восприятия Джозефа Мерфи, это очередная книжка из моей библиотеки, «Позитивное мышление и смежные науки», также мы с вами изучаем финансовую грамотность. Ну не знаю, я вот лично изучаю, я смотрю, кому интересно, тот посмотрит, кто интересуется. Вот Наталья Борисовна Правдина говорит, что ну а как, нужно быть подкованным финансовых вопросов, а начать можно с чего? Вот в платежке посмотреть, изучить, изучить вопрос. Техника очень проста, узнайте все, что только можно узнать, об этом объективно, а затем в пассивном и расслабленном состоянии сконцентрируйтесь на ментальном образе того, что вы хотели бы изобрести. Потом передайте эту ментальную картину своему подсознанию, попросите его проработать все детали и спокойно засыпайте. Проснувшись, обязательно следуйте любым полученным наитием. Иногда появляется внутреннее чувство, что решение находится в определенном направлении или в группе каких-то фактов. Иногда случается, что во сне возникает законченная формула или конкретное решение. В таких случаях полезно иметь рядом с постелью карандаш и, проснувшись, сразу набросать впечатление из своих сновидений. Так что вот, лучше советует Джордж Мерфис. Вы можете очень удивиться тому, что приходит к вам состояние сна. Некоторые говорят, я не вижу снов. Все мы видим сны. Если вы не помните своих снов перед засыпанием, дайте запрос вашему подсознанию двумя словами. Я помню. Оно знает, что именно вы хотите помнить. И верно исполнит ваши инструкции. По вере вашей воздаться вам. Состояние сна может стать одним из самых очевидных путей к экстрасенсорному восприятию. Какая прелесть. Духовно развитые люди могут по желанию появляться и исчезать. Просто какое-то волшебство. Судья Томас Тровард, автор эдинбургских лекций по ментальной науке и многих других книг, включая его основную работу, творческий процесс в индивидууме, большую часть своей жизни работал судьей в Пенджабе, в Индии. Я приведу цитату из его книги «Творческий процесс в индивидууме», впервые опубликованной издательством «Дот» в 1915 году. Проявление – это нечто, возникшее из основы, из принципа, или иначе некая форма, в которой принцип активизируется. Следует помнить, что хотя форма и необходима для проявления, она не является существенной. Один и тот же принцип может проявляться в разных формах, точно так же, как электричество может зажигать лампу или двигать трамвай, никак не меняя своей природы. Таким образом, мы приходим к заключению, что принцип жизни должен быть всегда обеспечен неким телом, в котором он может функционировать. Хотя это вовсе не означает, что тело это по своему химическому составу будет таким же, как наше. Вполне можно представить себе далекую планету, на которой просто нет тех химических соединений, к которому мы привыкли. Но если сущностный жизненный принцип любой личности будет перенесен туда, тогда согласно закону творения творческого процесса он начнет облекать себя материальным телом, составленным из атмосферы и материи этой планеты. Ох, пахнуло сигарами. Ох, эти миллиардеры. Ох, этот миллиардер. В общем, мужчины здесь уже закончили. В общем, это шуметь. Там они эту штуку из-за этого... Там вообще такой шум опять, этот шум полднём. Короче. Ох, эти миллиардеры, пахнуло этими миллиардерами. Ох, может быть, лучше без этих... Знаете, что обсуждать? Понимаете, ну что вот эти вот... Как там вот эти... Ах, Сбербанк, машина Сбербанка. Как же мы вас ждали, да? Машина Сбербанка. В общем, это мы дальше что-то прочитаем, прочитаем, изучим всё, изучим. Ах, эта машина Сбербанка подъехала. Ах, эта машина Сбербанка подъезжает. Обратите внимание, сначала пахнуло сигарами. Сначала пахнуло сигарами миллиардера, потом мне показалось, что Михаил Маратович умеет летать. А потом сразу подъехала машина Сбербанка. Ну да, она привяжет его там эти тросами, как этого, знаете. И вот, и что там? Ну вот, мужчина в матке. Сейчас он вам еду. Сейчас еду вы заказали. Мужчина вам привезет еду из Токио, Токио-Сити. Да, пахнуло сигарами, пахнуло такими этими сигарами. Вообще, конечно, знаете, ну что вот это вот рассматривать? В принципе, по большому счету, я, конечно, не знаю. Но меня, в общем, мужчина, да, надо впитать, впитать, денежки впитать надо. Я не знаю, я смотрела, как живет Уаррен Баффет. Понимаете? И вот это вот Форбс вообще там, вообще в начале этого списка Форбс. А там если какие-то акции, что такое, какие-то дорогая цена, он дорогой какой-то гамбургер покупает. Если нет, то какой-то дешевый. При таких деньгах. А вы уже, а это, давай, а мы с вами вот об этой платежке. Понимаете вот это вот? Я думаю, чем богаче люди, тем они вообще так скажут по поводу каких-то вот этих платежей и так далее. Так прижучат, понимаете, что вообще мало не покажут. Так все проверят, так прижучат. Наверное, поэтому они и богаты. Какие-то люди, знаете, более какие-то такие, знаете, обычный человек, он, знаете, как-то так вот, ну, надо как-то вот это вот. Мне кажется, что богатые люди, они финансово грамотные. А если не совсем, то нет, ну, кто финансами занимается, они наверняка финансово грамотные. А так у них всякие там помощники, аналитики, юристы, в общем, те, которые сразу дадут консультации по всем вопросам. Вот. Другое дело, что у них другой объем. Понимаете? У них наверняка вот эти договоры, бумажки, контракты, не знаю, там, акции на огромные миллионы, миллиарды. Вот. У них другие объемы. А если бы они смотрели сквозь пальцы на это все, понимаете, если смотришь на свой с пальца на платежку, то, понимаете, будучи разбогатепно миллиарды, понимаете, наверное, так и будешь свой с пальца, короче, спускать в унитаз огромные деньги. Если нету такой привычки, проверять счета, что за что вообще это оплатить, вообще, что это за фигня такая. Я так понимаю. Вот мужчина уже вышел, ну да, долго ли умеете, раз, два, я не знаю, он это, а, нужно впитывать, когда он садится, может, не когда она приехала, она приезжает, наверное, пустая, или как. Он же, наверное, забирает в ручку, я точно не знаю, он же, понимаете, вот это вот, то есть сейчас нужно впитывать. Я подумала, может быть, там что его впитывать, лучше алмазный фон представить, понимаете, эти вот короны, там, представить алмазный фон и впитать его, вот это вот. Так что вот, можете уезжать, скажите. Это привычка, понимаете, это как привычка быть счастливым, привычка быть здоровым, привычка быть активным, заниматься зарядкой, чистотой, внешней, внутренней, проверять счета. Потому что, делая бизнес, богатея, так, знаете, можно, наверное, стать миллиардером, а если ничего не проверять, сквозь пальцы пускать, то, может быть, миллионером, а, в общем, как-то вот так вот. Или доверять тому, что вот это вписывают, что-то пишут. Очень интересно, я читала книжку Роберта Киосаки, в общем, там, в общем-то, как там, в книге Будда Шефера, что не учат. Вообще финансовая грамотность, как вообще финансами управлять, вообще распоряжаться, не учат в школе. Такого предмета нет в школе. Ну, ладно, уже какая-то вот это вот. Ну, и Наталья Правдина. Наталья Правдина тоже, в общем, много там у нее советов по финансовой грамотности. Смотрите на моей странице ВКонтакте. Это я сломала на через дефиц, мактум-сайт в день через дефиц, а потом на ютубе, в общем, там, на ютубе. И ролики, видео это и Наталья Грейс, Наталья Правдина, и, знаете, там, и Будда Шефера, и Киосаки, и наверняка многих-многих других, кто, в общем, как-то вот это вот финансами говорит, пишет, разбирается. Так что вот, с вами я, Татьяна Салмановна, мактум-сайт. Сейчас, в общем, буду загружать это видео, и там дымовать чуть-чуть посудку, в общем, это жарить блинчики, и, в общем, так что вот, смотрите мою следующую серию.